с которыми вы живете. Мужчины, если вы слышите меня, то будьте теплыми обязательно. Кстати, ответ на вопрос, почему Дуйко слушают только женщины старше от 45 лет и старше. Но это неправда, конечно. Объяснение тоже в этом есть. Дело в том, что человек, который живет с 18 лет и до 45 лет, по Эрику Эриксону, который придумал вот эти 13 моделей жизненных циклов, то если человек живет с 18 до 41 года, то у него там время, вот это, оно называется временем, по-моему, где человек должен выбрать для себя это, как же он там говорил? Сексуальность против изоляции. О, точно, точно. Сексуальность против изоляции. И человек должен в это время понять для себя, что сексуальность это неплохо, что быть кому-то нужным это неплохо, что ухаживать это хорошо, что любить кого-то это хорошо, что можно не любить, а не эксплуатировать, что это вообще возможно. Для многих людей с 18 до 41 года настолько ярко выражен вот этот сексуальный поиск. Но поиск есть где угодно, в интернете, там еще где-то, еще где-то, а действий нет никаких. Поиск есть, а действий нет. Получается, если поиск есть, а действий нет, то тогда человек борется с изоляцией. То есть он выбирает для себя изоляцию. Не идет навстречу, не хочет налаживать отношения, не хочет над этим работать по-другому. То есть он выбирает для себя путь изоляции. Поэтому для этого возраста очень важно, чтобы человек был ориентирован на то, что это не что-то космическое, что мужчина и женщина, они созданы для того, чтобы быть друг с другом. Что это такие же естественные события, когда ты приглашаешь кого-то, любишь кого-то, когда хочешь о ком-то заботиться, когда о ком-то думать. А вот с возраста от 45 лет и дальше, опять-таки это не мои мысли еще раз, это мысли Эрика Эриксона, одного из самых знаменитых психологов. И после этого возраста, от 45 до 60 лет, там у него ощущение своей значимости происходит. То есть человек начинает понимать, что ему нужно что-то для семьи, нужно что-то оставить, нужно что-то кому-то дать. И вот если ты пропускаешь сексуальность, то у тебя проблема, чтобы что-то дать, она может быть очень извращена. То есть ты можешь ничего не дать. Поэтому очень важно идти на встречу, если вам до 41 года, идти на встречу, если кто-то зовет. Идти, дружите там, если кто-то делает предложение. Если там кто-то моргает, то пусть. Если кто-то желает вас, пусть ухаживает, пусть смотрит, пусть любит, пусть встречает. Да, что угодно. Это важно, потому что это пути. И, конечно, когда человеку некогда, он не создал семью, или семья неудачная, и он потом боится, изолирует себя, не может справиться со своими душевными компонентами, то, конечно, такой человек, он не будет эзотерикой заниматься. Как же ей заниматься, если там гормоны, если там сексуальные гормоны, если вся голова занята, и с кем жить, и так далее. И это, конечно, очень сложно, там нужно еще и не жить, не выживать, не жить, а выживать, и еще и потом после 40 уже болезни появляются, и так далее. Уже что-то оставишь, в чем твоя значимость. В чем ваша значимость, нужно было определяться до 18 лет. Как раз возраст с 11 до 18, это самоопределение значимости, что я могу этому миру что-то дать. А там с 10, по-моему, до 13, это время, когда нужно говорить ребенку, что усердие самое важное, потому что усердие даст тебе в дальнейшем возможности. Вот это так я по Эриксону пытаюсь воспитывать своих детей. Очень удачно получается, вы знаете, это очень интересная модель. Если вы не знакомы с ней, купите книгу и почитайте. Этапы Эриксон, 1921 год, и книга его называлась «Этапы психического развития личности». Очень интересная, рекомендую. Есть это, наверное, в Ютубе, можно найти, скорее всего, эти лекции кто-то читает. Я бы тоже мог, я знаком с этим. Так вот, зачем я это все рассказал. Ага, люди говорят, что, люди какие-то, которые пишут, они говорят, что да, его смотрят только те там. Ну так, а кто должен смотреть? Ну, конечно, человек, который понимает, что он перешел в возраст, когда нужно заботиться о том, чтобы дать что-то своим близким, что нужно себе и крыша, и дом, и нужно еще имущество детям оставить, что уже должны быть накопления, а их нет, что должна быть своя квартира, а ее нет, что должно быть что-то, а этого ничего нет. И что? Когда уже нужно, а что нужно? А нужно срочно зубы лечить, а нужно срочно попу лечить геморроя, нос от гайморита, зубы от гингивита, поджелудочную от панкреатита, печень от жировой дисплазии, почки от пилонефрита, щитовидку автоиммунного тиреодита, легкие от инфиземы, там, туберкулита, и там сосуды, и кости от ревматита, и так далее. И надо еще что-то оставить. И иногда человек говорит, а как же я могу, если раньше были силы, была энергия, чего-то хотелось, а сейчас этого нет, ни сил, ни энергии, ничего. И человек, он так устроен, знаете, он руки опускается и говорит, что мне делать, как вот девочка написала, у меня травма, и в Испании у меня знакомых нет, и там денег для бизнеса нет, и как я могу стать богатым. Прикольный вопрос. Что может помочь? И они, конечно, начинают искать. И, конечно же, начинают искать успешных.